Музыка Спортсмены из 13 государств вышли на кавер в Ахминском спортхоле Коуфт Лоярви, где в субботу в девятый раз прошел международный турнир по вольной борьбе Культ Кару Опер. В этом году в нем участвовали спортсмены из Германии, Республики Беларусь, Финляндии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Великобритании, России, Словакии, Швеции, Украины и Эстонии. Как и в прошлом году, организаторы соревнований постарались сделать турнир красочным праздником спорта. Однако, без поддержки властей города и частных спонсоров это было бы осуществить гораздо сложнее. Во время проведения этого традиционного турнира, пожалуй, больше других волнуется тренер клуба Алексей Хапов. Перед торжественной церемонией открытия соревнований он рассказал телеканалу «Литвус», что если в турнире участвуют взрослые спортсмены, то с ноябрьского чемпионата Эстонии клубные борцы 2001-2004 года рождения вернулись победителями. Они привезли домой первенство в командном зачете, а в состязаниях участвовали 25 клубов, 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. По словам Алексея Хапова, спортсменам разных стран всегда легче договориться между собой, чем политикам. Вольная борьба объединяет спортсменов, которые привыкли соперничать на ковре, а не на поле брани. «Перед нами одна общая задача – как можно шире пропагандировать в мире наш вид спорта, сделать его достоянием как можно большего числа людей», – сказал тренер. Он отметил поддержку, которую оказывают развитию спорта местные власти города. Тот факт, что в спортхолле подняты флаги 13 государств, среди которых есть страны со сложными межгосударственными отношениями, отметил и депутат парламента Эстонии Валерий Корп. Валерий Николаевич, над борцовским ковром флаги 13 государств, отношения которых на международной арене остаются сложными. А здесь спортсмены, представляющие эти страны, спокойно сотрудничают. Почему так? Я считаю, что направление, которое мы выбрали на совершенствование и проведение народной дипломатии, о которой мы неоднократно говорили, оно дает хорошие результаты, хорошие плоды. Поэтому пусть отношения между государствами будут на одном уровне, но то, что проходит на местных уровнях, на местных соревнованиях, это нисколько не влияет. Поэтому чем дальше, тем… Каждым годом мы видим, что география соревнований, она расширяется. И я очень хочу верить, что будут и 10-е, и 15-е, и 20-е, когда будет действительно праздник вольной борьбы, проходить по Клоярею. Когда мы видим флаги сразу 13 стран в нашем городе, невольно проникаемся чувством гордости за наш эстонский город, который пропагандирует Эстонию на мировой арене. А государство как-то помогает городу развивать эту пропаганду в хорошем смысле этого слова. Я думаю, что здесь надо отдать должное людям, которые фанатично преданы, с одной стороны, спорту, с другой стороны, они хотят видеть такие красивые соревнования, которые проходят здесь, в Ахминском спортхоле. С другой стороны, конечно, хотелось бы видеть поддержку государства больше. Я очень надеюсь, что все программы, которые проходят по развитию спорта в Эстонии, они в каких-то частично затронут этот вид спорта, и он даст толчок для проведения будущих. Надеемся, надеемся, что государство повернется к этому, к спорту лицом, а не так, как чтобы оставаться на… чтобы спорт оставался на плаву. Еще один вопрос. Сегодня спорт в основном становится элитным, профессиональным, хотя его основное предназначение – развитие здоровья людей. Как обстоят дела с массовым спортом? Мы думаем, что все программы, которые определены, скажем, учебной программой, то есть я считаю, что спорт начинается с детского садика, со школы, они выполняются в полном объеме. Если надо детей научить плавать, то мы учим их плавать, у нас есть для этого возможность. С детям надо научить легкой атлетикой заниматься, то это все проходит. Поэтому сегодня вот эта популяризация, она, наверное, все-таки играет роль, потому что в последние годы я вижу, что люди побежали, поплыли, появались масса новых, скажем, возможностей, те же самые, например, велосипедные дорожки. Вы же видите, насколько… причем раньше, если это было в диковинку, когда выходят, например, люди старшего поколения, скажем, заниматься спортом, то мне очень приятно, что сейчас, ну, пусть это будут палки в руках, которые помогают двигаться, но, тем не менее, старшее поколение тоже активно принимает участие. А как вы думаете, какие масштабные соревнования являются толчком для занятия спортом? Вот посмотрите, сколько на трибунах сейчас маленьких, скажем, молодых людей, которые, с одной стороны, наверняка занимаются или где-то других, а молодежь и дети, которые смотрят на эту красоту, на эту зрелищность, оно есть какой-то элемент и зрелищности на этих соревнованиях, наверняка задумаются, придут домой и скажут, я тоже хочу принимать в этом участие. Поэтому никаких сомнений нет в том, что это все дает толчок для того, чтобы люди занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Как и на прошлый турнир в этом году, в Кухт-Лоярве также приехали именитые гости. Среди них олимпийский чемпион Анатолий Алексеевич Белоглазов, многократный чемпион мира Виктор Петрович Алексеев, профессиональный судья из Санкт-Петербурга, преподаватели Института физической культуры, представители руководства Федерации вольной борьбы эстонии. Сделать праздник спорта красочным помогли местные молодежные энтузиасты, а показать соревнования широкой интернет-аудитории по прямой трансляции смогли участники молодежного портала СД-Пати. В прямом интернет-эфире ведущий Денис Озеров и Елена Ситникова при помощи Сергея Меркулова и именитых гостей сопровождали свою трансляцию профессиональными комментариями. Мэр Кохтлоярви Людмила Янченко поблагодарила Сергея Меркулова и Алексея Хапова за отличную организацию турнира и вручила им благодарственные письма. Золотыми призерами «Золотого медведя» стали весить до 57 килограмм Димчик Ренчинов из Белоруссии, до 61 килограмма Гусейн Шахбанов, также из Белоруссии, до 65 килограмм Кевин Хенкель из Германии, до 70 килограмм Ахсарбек Гуляев из Словекии, до 74 килограмм Андриус Можейко из Литвы, до 86 килограммов Борис Макаев из Словакии, до 77 килограмм Денис Хроменков из Белоруссии и весовой категории до 125 килограмм Зелимхан Хизриев из России. Эстонские спортсмены получили серебряные и бронзовые награды. Медали и кубки победителям вручали президент спортивного клуба Култ Кару Сергей Меркулов, мэр Коуфт Лоярви Людмила Янченко и член Риги Когу Валерий Корп. Коуфт Лоярви Людмила Янченко и член Риги Когу Валерий Корп.